Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 19 главе Евангелия от Матфея. 19 глава начинает в каком-то смысле заключительную часть Евангелия, рассказ о путешествии Господа Иисуса из Галилеи в Иудею, который в конце концов приводит к событиям Страстной недели. И вот 19 глава начинается с чрезвычайно важного по своему содержанию разговора Господа с фарисеями, которые приступили к нему с вопросом. Но Евангелист говорит, что они приступили к нему, искушая его. И спрашивая, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей. Дело в том, что среди фарисеев в это время было два, по меньшей мере, два течения, которые расходились в этом вопросе. Одно течение говорило, что нет, не по всякой причине, а только в случае прелюбодеяния позволительно разводиться с женою своей. А второе течение говорило, что да по какой угодно. Не нравится, взял, развелся. Каша подгорела. По любой причине позволительно. И они дискутировали друг с другом чрезвычайно остро. Надо сказать, что и во многих других вопросах, которые задают фарисеи Иисусу, тоже видно это противоречие между двумя фарисейскими течениями. Интересно, что они обращаются к Иисусу, чтобы узнать его мнение. По-видимому, по крайней мере, одному из течений вполне это интересно и важно. Потому что мы видим, как Господь, собственно, поддерживает одну из этих двух фарисейских точек зрения. Он говорит, что нет, разве вы не читали, что оставит человек отца и матери, прилепится к жене своей, будет двое, одну плотью. То, что Бог сочетал, того человека да не разлучает. Ну, в общем, Господь говорит, довольно очевидные здесь вещи. Потому что, ну, конечно, не по всякой причине, и вообще, может быть, и не по какой причине, не следует разводиться с женой своей. Да, тут, собственно, не это даже важно в обсуждении этой темы. Потому что, ну, Господь уже не раз в том числе и в Нагорной проповеди об этом высказывался. Тут все понятно. Важно вот что. Фарисеи спрашивают его то противоположное течение, чье мнение Иисус не поддержал. Да, они говорят, ну, как же так? Ты говоришь, что только в случае прелюбодеяния, а во всех остальных случаях никак нельзя, непозволительно. Это будет предательством, это будет разрушением того, что Бог создал, ты говоришь, вот так. А Моисей дал нам разрешение разводиться. Дал нам такую заповедь, заповедовал давать разводное письмо и разводиться с нею. Вот, мол, в законе написано, на что Господь говорит этим самым фарисеям, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими». А сначала не было так. Ну, во-первых, надо увидеть, что все эти вещи, о которых фарисеи думают, что они разрешенные, разводиться с женой по такой-сякой эдакой причине. Это не что иное, как результат человеческого жестокосердия, нашей неспособности, знаете, к тому, о чем Иисус говорил в предыдущей главе, прощать и беречь малых сих, относиться к ним с уважением и не презирать. Да? Вот. Это само по себе очень важно, потому что в нашей сегодняшней жизни мы, как вон то самое фарисейское течение, думаем, что по всякой причине позволительно человеку разводиться с женой своей и не берем на себя ответственность за такую вещь, как брак, никакую, никакую ответственность. А Иисус говорит, что нет, это на самом деле вот такое разрушение к семье, это проявление греха, проявление жестокосердия, то есть того свойства человеческой натуры, от которого на самом деле надо всеми силами избавляться. Но для фарисеев гораздо страшнее, не побоюсь этого слова, другой смысл. Иисус говорит о том, что есть нечто, что написано в законе, в Торе, в Пятикнижнике, которую фарисеи считают, и правильно, в общем, считают текстом, исшедшим от Бога. Так вот, есть нечто, что там написано, а не является заповедью Божьей. Это заповедовал Моисей, и не потому, что это правильно, а потому, что люди жестокосердные, ну и там на данном этапе истории, или в данном состоянии человеческой личности, не смогут по-другому. Не потому, что это правда, там написано Богом, а потому, что Моисей снисходит к жестокосердию людей. И вот это потрясение основ совершенное, понимаете, потому, что это значит, что, грубо говоря, читая Тору, надо еще очень думать, почему, кто, с какой целью дал те или иные повеления. Это то направление науки, которое в наше время называют библейской критикой. Не очень удачное название, но, тем не менее, Христос, собственно говоря, вот дает здесь, я бы сказал, библейское обоснование библейской критики, потому, что он говорит фарисеям, что нет, не все в Торе является буква в букву продиктованным Богом откровением о правде жизни. Есть вещи, которые происходят по-другому, не от Бога, а от Моисея, и не потому, что это правда, а потому, что он снисходит к нашему жестокосердию. Я думаю, что это тоже чрезвычайно важно понимать. На самом деле, Слово Божие не очень дает нам право и возможность выключить мозги и найти готовые ответы. Нет, не дает такой возможности. Все равно нам, хочешь не хочешь, нужно прислушиваться к содержанию и к тому, что говорит Господь Иисус. Автоматически, как сказать, сослаться на авторитет, не получится. Ученики, надо сказать, Господа Иисуса довольно здорово перепугались тому, что он сказал о браке и говорят, ну тогда, если такая ответственность, ну, они выражаются, если такова обязанность к человеку, к жене, если такая ответственность, лучше вообще не брать ее на себя, понимая, что тебе будет трудно ее понести. На что Господь говорит, что, ну, этот выбор, который делается только по призванию. теперь, дальше, ну, видите, здесь Господь говорит о том, и он рассказывает, как снова к Христу приведены были дети, и он снова ученикам говорит, пустите, не препятствуйте, потому что сколько бы он там ни говорил в предыдущей главе, не презирайте одного из малых псих, ученики, ну, может быть, чтобы не было тут шума, гамма и так далее, не пускают этих самых детей, и Господь вынужден к ним обратиться и сказать, пустите, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Как мы видим, для учеников вовсе непросто то, что говорит им Христос. А дальше, как обычно это делает Матфей, то есть с большими сокращениями, он рассказывает историю о некоем человеке, который приходит к Иисусу, говорит, учитель благей, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную. В других Евангелиях учитель благей, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну вот, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Господь на это говорит ему, а что, собственно, почему ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме как один Бог. Почему ты задаешь мне вопрос, который надо задавать Богу? Если, ну, там, скажем, это был бы кто-то из апостолов, он мог бы сказать, потому что ты Христос, и Бог живого. А вот ты почему называешь меня благим? Потому что если это просто фигура речи, способ, так сказать, заискивать, ну, тогда это вообще некрасиво. И, кроме того, смотрите, этот некий человек молодой, как сообщает нам Лука, рассказывая о том же самом, вот он спрашивает Иисуса, что бы мне такого сделать хорошего, чтобы получить жизнь вечную? То есть он понимает, что, вероятно, для этого надо сделать что-то хорошее. и полагает, что он получит как награду, будет иметь жизнь вечную, как некоторую награду. Спрашивается. Значит, он хочет что-то хорошее сделать, уже прекрасно. Он хочет иметь жизнь вечную, замечательно. А Бог где? Где в этой ситуации царь, царство небесного, тот, кому принадлежит жизнь вечная? И вот Господь говорит этому человеку, если хочешь войти в жизнь вечную, обратите внимание, как этот самый парень представляет себе жизнь вечную, как, не знаю, большую банку варенья, которую можно взять и ее иметь. А Иисус говорит о жизни, как о чем-то, куда можно войти, что гораздо больше этого человека. Если ты хочешь войти в это царство, вот в эту жизнь вечную, и тоже ужасно поучительная, так сказать, разница в способах выражения, которое выдает разницу в мыслях, в образе мыслей этих собеседников. И вот Господь говорит, если хочешь войти в жизнь, во многих рукописях там нет слова вечное, откровенно говоря, но, собственно, это ничего не меняет. Вот Он говорит, соблюди заповеди, соблюди заповеди. И перечисляет ему, обратите внимание, вторую половину деколога. Те заповеди, итог, не все, которые относятся к отношениям между людьми. И вот Господь говорит, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не ужаснительствуй и так далее. И люби ближнего твоего, как самого себя. Во-первых, в этом месте надо остановиться и услышать Иисуса. Иисус говорит этому богатому юноше о том, что если ты хочешь войти в жизнь, для этого надо относиться к другим людям по правде Божьей. По правде Божьей. И вот не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не ври, люби ближнего твоего, как самого себя. Вот все это. Потому что именно соблюдение этого учит Иисуса этого человека и является способом войти в жизнь, то, что действительно делает тебя живым человеком, а не коллекционером привилегий. Вот. И этот юноша говорит, ну да, это я все и так делаю. Чего еще не достает мне? Ну, во-первых, надо сказать, что Иисус не опровергает его. То есть, по-видимому, этот юноша действительно и так это делает. И как рассказывает евангелист Лука, Иисус посмотрел на него и полюбил его, понравился ему этот человек, который действительно так делает. И все это сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне? Во-первых, давайте увидим, что с одной стороны этот парень понимает, что надо делать, чтобы войти в жизнь. А с другой стороны понимает, что чего-то все равно здесь не хватает, чего-то недостаточно, чего еще не достает мне. Он уже, видимо, понял, что просто исполнить какие-то заповеди и ожидать, что тебе за это выдадут медаль, что это, в общем, неправда, так не получится, нужно что-то еще. И он спрашивает Иисуса, ну, хорошо, а еще что? Почему не получается, так сказать, войти в жизнь вечную, все это выполняя? Иисус говорит ему на это, что, ну, не будь собственником, не присваивай себе ничего, вот попробуй поставить Бога на первое место, раздай все и следуй за мной. Ну, видите, часто нас пугает это место, потому что нам кажется, что даже то крайне ограниченное, чтобы не сказать вовсе никакое имущество, которое у нас есть, там, может, и копейки, что там Господь призывает всех все раздать. Ну, едва ли это настолько всеобщая вещь. А вот к чему действительно Господь призывает всех, так это приходи и следуй за мной. Он предлагает этому богатому юноше освободиться от того, что его по-настоящему порабощает. Ну, каждого из нас по-настоящему порабощает какие-то свои вещи. Вот у этого богатого парня, значит, вот были эти деньги на счету в швейцарской банке. Вот он говорит, отдай, отдай и приходи и следуй за мной. Попробуй согласиться на то, что единственная ценность жизни – это Бог, жизнь и Иисус. И это оказывается очень трудно. Он отошел с печалью этот юноша богатый, потому что у него было много денег. И Господь, продолжая, так сказать, этот разговор с учениками уже, говорит им, ну, как трудно богатому войти в Царство Небесное. У других евангелистов там есть вариант этой фразы, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. Ну, может быть, это попытка слегка, так сказать, сгладить острый угол, потому что как трудно богатому войти в Царство Небесное, говорит Господь. И, в общем, приходится выбирать. Человеческая попытка здесь, так сказать, по эту сторону смерти всю жизнь прожить богатым и довольным, потом переобуться на бегу в момент смерти и потом войти в жизнь, после этого, ну, как-то не получается. Не получается. Может, теоретически это и возможно, но Господь, реалист, и говорит о практике. Он говорит, ну, в общем, как верблюду через угольные уши. Почти невозможно. Почти невозможно. Ученики ужасно огорчились и говорят ему, ну, хорошо, а кто тогда может спастись? Фарисеи все им толкуют, что если ты праведный, Бог благословит тебя коммерческим успехом. Вот прям у них так все тупо, прям прямолинейно. И, соответственно, если тебе нужен коммерческий успех, говорят фарисеи, ну, давай попробуй что-нибудь сделать. Они, правда, тоже, надо сказать, требуют соблюдения заповедей, но основно формальных. При наличии хороших пожертвований с фарисеями можно договориться. А когда ученики слышат, а это Иисуса, что богатому войти в царство, это как верблюту с квосьугольные уши пройти, он говорит, ну-ка, а кто тогда может спастись? У них привычная картина вдруг переворачивается. Они сами-то при этом люди бедные, поэтому для них это была в каком-то смысле абстрактная проблема про богатство и царство небесное. Но тем не менее они понимают, о чем говорит Иисус, и спрашивают его, а что тогда нужно, что является знаком благоволения Божьего? Кто может спастись? И потрясающие слова говорит Иисус на это. Человекам это невозможно, Богу же все возможно. То есть на самом деле спастись или войти в царство может только тот, кто за Бога держится. Никаким человеческим усилием это недоступно и не под силу. Человекам это невозможно, Богу все возможно. И это, конечно, очень важные, утешительные слова. Петр на это говорит, ну хорошо, а вот мы все оставили, как Иисус предлагал этому богатому юноше. Вот мы все оставили, последовали за тобой, что будет нам? И на этот вопрос Господь отвечает, во-первых, что вы будете со мной в паке бытии, в будущей жизни. Вы будете со мной. На самом деле на это можно ставить точку, потому что, а что еще надо? А что еще может Бог дать? В чем еще, кроме Иисуса, может быть дано Божье благоволение? Вы будете в паке бытии со мной. И чего бы вы ни оставили, будет во сто крат больше. И, конечно, ну понятно, что это фигура речи. Зачем нам во сто крат больше жен? Или во сто крат больше домов? Или там земли? И то, что есть, то обработать сил нет. Понимаете, ясное дело, что Господь не имеет в виду, что вам дадут сто братьев, сто сестер, сто отцов, прочее, прочее. Вот всего того, от чего ты пытаешься отказаться ради Иисуса, что ты отодвигаешь в системе ценностей с первого места. Вот ты не только не лишаешься, но и, наоборот, тем самым обретаешь больше. Довольно парадоксальная, не такая простая вещь, но все-таки тоже важно ее услышать. И заканчивается эта глава, слова ему Христа. Многие же будут первые и последними, и последние первыми. Но это уже в каком-то смысле случайно попавший в 19-ю главу стих, с которого по смыслу, конечно, должна открываться следующая 20-я глава.